Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатензейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Глава МЧС России Евгений Зиничев 8 сентября трагически погиб в Красноярском крае. При исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике, которые прошли в семи регионах России. Очаги заболеваемости коронавирусной инфекции зафиксированы в четырех сельских поселениях – Бугрино, Варнек, Несь и Красное. Всем заболевшим оказывается необходима медицинская помощь. Уровень заболеваемости на селе за прошедшую неделю вырос почти на 20%. Досрочное голосование на выборах в Государственную Думу России началось в отдаленных местах Ненецкого автономного округа и оленеводческих бригадах в Тундре. Досрочно проголосовать здесь можно до 16 сентября. Глава МЧС России Евгений Зинчев 8 сентября трагически погиб в Красноярском крае при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике, которые проходили 7 и 8 сентября в семи регионах страны, в том числе в Ненецком автономном округе. Министр МЧС пытался спасти человека, который оступился, стоя на крой скалы и упал в воду. Главред РТ Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале сообщила. Очевидцев было достаточно. Никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зинчев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень. Человек, которого пытался спасти глава МЧС, был режиссер и сценарист Александр Мельник. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МЧС. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зинчева. Зинчев занимал пост главы МЧС мая 2018 года и погиб как спасатель. Межведомственные арктические учения прошли в семи субъектах Российской Федерации. В их рамках в Ненецком автономном округе на берегу Баренцева моря силами и средствами варандейского терминала компании «Лукоилтранс» была ликвидирована условная чрезвычайная ситуация, возникшая при разливе нефти. А накануне, по легенде, учений спасатели и военнослужащие ликвидировали вспышку сибирской язвы в оленеводческом стойбище. Сортировка стада, поголовье стада, скажем так, вакцинация здорового поголовья. Заместитель начальника главного управления МЧС России по Ненецкому округу Александр Игнатьев дает вводную. В основу учения легли опыт ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также вопросы защиты территории, входящих в арктическую зону Российской Федерации. По легенде учения в одном из оленеводческих хозяйств начался по дешалене причины сибирская язва. И вот собственно муляжи, которые изображают погибших животных. Подобное происшествие было зафиксировано в 2016 году на территории Ямала-Ненецкого округа. Сейчас действия разворачиваются в одной из бригад сельхозпроизводственного кооператива ХАРП, находящегося в пойме реки Ерею, юго-восточная оконечность болванской губы Баренцева моря. Произошел падеж 15 оленей. Лабораторные исследования показали, это сибирская язва. Мы, грубо говоря, зашли в кораль с животными, начали отделять после термометрии больных и здоровых. Здоровых мы вакцинировали вакциной против сибирской язвы, больных мы лечим иммуноглобулинами и антибиотиками. Вот в принципе на первом этапе такая задача. Поголовье стада, согласно легенде, 1700 животных. Численность бригады 10 человек, в том числе двое детей. У троих из них обнаружены признаки заболевания. Первую помощь пострадавшим оказывают врачи и фельдшеры медицины катастроф. Начинаем терапию физраствором. Если надо, будем гормоны делать. Если будет температура высокая, то лечительный препарат смесь делать. И госпитализируем в отделении на вертолете. Надо отметить, что во время этих учений используется только то оборудование, которое возможно доставить в труднодоступный район вертолетом. Напомню, что, согласно легенде, все действия происходят на побережье Баренцево моря. Двухнедельный скачок во времени. В реальности за этот период должна произойти вакцинация всех причастных к ликвидации последствий инфицирования служб. А затем участники приступают ко второй части. Дезинфекцией территории заражения занимаются военнослужащие. Ликвидация погибших от сибирской язвы оленей происходит на месте падежа. Транспортировать зараженное животное категорически запрещается. Трупы придают огню. Налицо четкое межведомственное взаимодействие. Резюмирует ход учений заместитель начальника регионального управления МЧС Александр Игнатьев. Ключевой моментом является анализы по сибирской язве. То есть, когда наступает момент Че. Когда это сибирская язва или когда это не сибирская язва. Наши ветеринары нам дают 24 часа, с учетом того, что их доставят туда своевременно, в тундру. Они отпор произведут, сделают анализ. Они нам дают 24 часа. То есть, это говорит о том, что через 24 часа уже включается весь режим чрезвычайной ситуации. Значит, это сегодня все было как раз за кадром. Основные итоги учений подведут позже. Надо отметить, что подобные учения в Арктике проходят впервые. Основная цель исследования вопросов – применение сил и средств МЧС России и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Учения проходили в семи регионах с отработкой 12 вводных. Ольга Русул, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Продолжит выпуск информация об эпид-обстановке в регионе. За прошедшие сутки в Ненецком автономном округе зарегистрировано 10 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 11 человек выздоровели. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 169 человек. Из них стационарное лечение получают 42 человека, амбулаторное – 127. Все они обеспечены бесплатными лекарственными средствами. На учете в управлении Роспотребнадзора состоят 909 человек, как близко контактировавшие с заболевшими. Текущую эпид-обстановку по коронавирусу обсудили на очередном заседании оперативного штаба. Следует отметить, что заболеваемость COVID-19 у нас неуклонно растет. За текущую неделю у нас прирост заболеваемости по городу составил 5%, по сельскому населенным пунктам – 19,8%. Очаги заболеваемости коронавирусной инфекции зафиксированы в четырех сельских поселениях – Бугрино, Варне, Кнесь и Красное. Всем заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. По словам медиков, снизить уровень заболеваемости ковидом в регионе поможет вакцинация. В настоящее время в округе приявилось более 15 тысяч человек, что составляет 77% от первоначального плана. Наиболее активно прививаются жители города Наринмара. Следует отметить, что в медицинских учреждениях округа началась кампания по ревакцинации населения. Привиться повторно могут те, кто вакцинировался полгода назад. Ревакцинация проводится вакциной «Спутник Лайт». Она в достаточном количестве поставлена в регион. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Празднику быть. Праздничное мероприятие, посвященное Дню образования Ненецкого автономного округа, и Дню работников нефтяной и газовой промышленности пройдут в ближайшие выходные в окружной столице на открытом воздухе с соблюдением всех мер предосторожности. Такое решение было принято главой региона по согласованию с управлением Роспотребнадзора в ходе оперативного штаба по коронавирусу. Напомним, в связи с эпид-обстановкой в регионе, в 2020 году праздничные мероприятия, посвященные этим датам, не проводились. Мы можем и дальше людей держать в заперти, в глухой заперти, вообще ничего не проводить, да, но ничем хорошим это не кончится, не закончится. Люди тоже не могут жить в заперти полтора года, и как бы нам не хотелось противостоять этому вирусу, да, мы уже привыкли жить в этих условиях непростых. Так надо научиться тогда, ну, по крайней мере, и праздники праздновать в этих условиях, соблюдать все меры безопасности, но не запрещать эти праздники. Но люди привыкли к тому, что второе воскресенье, сентября, это день округа. Они ждут этого праздника, ждут концерт на площади, ждут каких-то мероприятий. Мы должны закрыть все это, это самое простое для нас, а мы должны этот праздник провести для людей, подарить какую-то радость для людей, но при всем при этом еще и соблюсти все меры безопасности. Основные праздничные мероприятия пройдут 11 и 12 сентября в Наринмаре на площади Марацей, где ожидается также выступление популярной российской группы, уже приглашенной в округ на празднование. Название группы пока не разглашается. Контроль за соблюдением правил на особо охраняемых природных территориях в Ненецком автономном округе – одна из важнейших задач Центра природопользования и охраны окружающей среды. Сотрудники органа государственного надзора на регулярной основе выезжают в рейды для проверки соблюдений правил на особо охраняемых природных территориях Ненецкого округа. Очередное мероприятие проходило на третьем участке Нижнепечорской поймы, которая расположена в нижней дельте реки Печора. Было выявлено два правонарушения. Один гражданин привлекается к административной ответственности. Ну и нам удалось выпустить в естественную среду обитания 12 единиц рыбы. Также было изъято 450 метров рыболовных сетей. Напомню, для осуществления лова рыбы на территории заказника Нижнепечорской нужно иметь специальную лицензию. В противном случае вылов водных биологических ресурсов категорически запрещен. На территории Ненецкого округа проживает достаточное количество редких и красногнижных видов. Поэтому важно заботиться и сохранять арктическую природу и ее обитателей для следующих поколений. В Ненецком округе продолжается досрочное голосование. Накануне вертолет с членами избирательной комиссии на борту отправился в оленеводческие стойбища. Проголосовало 77 человек. В труднодоступные и отдаленные местности, где транспортное сообщение затруднено или отсутствует, направляются мобильные отряды избирательных комиссий. Согласно закону, избиркомы могут организовать досрочное голосование не ранее, чем за 20 дней до голосования. То есть в этом году с 29 августа. В нашем регионе досрочное голосование началось 30 августа. Первыми проголосовали жители поселка Варных на острове Байгач. Вертолет, наконец, идет на посадку. В поисках кочующей оленеводческой бригады сельхозпроизводственного кооператива «Харп» пришлось немного поплутать. Это одна из трудностей или, если хотите, специфика работы избиркома с кочевниками в регионе. Я так-то не местная. Я здесь в отпуске. Списки избирателей, которые голосуют досрочно по месту работы или временного пребывания, сформированы давно. В тесном контакте с главами муниципалитетов и руководством сельхозпроизводственных кооперативов. Поэтому трудностей не возникает. Друженики «Тундры» приходят на участки и отдают свои голоса за кандидатов. Сегодня, например, проголосовали 77 человек. Среди них оленевод из Красного Сергей Соболев. «Голосую я постоянно». «Постоянно? Сколько лет уже голосуешь?» «Сколько живу, сколько как 18 исполнилось, так и голосую». «А здесь давно уже находишься, работаешь?» «Постоянно работаю здесь. И каждые выборы прилетают, да?» «Да, да, да. Я постоянно с собой паспорт живу». Всего с 30 августа начала кампании по досрочному голосованию на территории Ненецкого округа свое избирательное право уже реализовали 880 человек. Кроме оленеводов и чумработниц, а их было 83 человека, самый многочисленный электорат – вахтовики – 775 человек и 22 жителя населенных пунктов, где не образованы избирательные комиссии. Таких на территории Ненецкого округа – 4. «Мы организуем эту работу совместно с руководством СПК. Здесь координируемся вместе с департаментом природных ресурсов и АПК. Эта работа достаточно долгодая, кропотливая. Мы ее начали еще в июне. Собирали заявки, вычисляли точки координатные, где они находятся в период досрочного голосования. На связи, на телефоны с руководителями предприятий, с бригадирами, с председателями участковых комиссий. Такая организационная работа, достаточно хлопотливая». Планируется, что до конца досрочного голосования свою гражданскую позицию смогут выразить порядка 4,5 тысяч человек, что составляет 12,5% от общего корпуса избирателей региона, находящихся в труднодоступных районах Ненецкого округа. Запланировано 9 вылетов избирательной комиссии на места. «Это месторождение частично Русь-Вьет-Петро мы уже охватили. ННК Печора-Нефть, Башнефть-Полюс и многие другие месторождения. Там у нас работают очень большое количество избирателей. И на них ориентировано в значительной степени досрочное голосование». Свои условия в работу избирательных комиссий вносит пандемия. Работа мобильных избиркомов строится с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Особенно это касается нефтяных промыслов. «Поскольку у них там введены меры профилактики, санитарные, то мы требуем наличия вакцины, вакцинации от всех членов участковых комиссий, плюс свежий ПЦР-тест, а некоторые месторождения еще и требуют наличия справки в соответствующем уровне антител». Напомню, выборы в Госдуму 8-го созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов Российской Федерации. Еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты ЗАГС Собраний и 39 региональных парламентов. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Для студентов Ненецкого округа есть возможность поучаствовать в уникальном конкурсе «Студент года-2021». Принять участие может любой желающий, имеющий особое достижение в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Интересная возможность пообщаться и получить новые знания от студентов из других образовательных организаций выпадает раз в год. Именно на площадке образовательного конкурсного проекта «Студент года» активисты студенческих сообществ выступают со своими проектами и обмениваются опытом. Конкурс «Студент года» у нас проводится уже не первый год. Подача заявок у нас осуществляется до 25 сентября. Есть как индивидуальные подачи заявок, так и коллективные. В подаче индивидуальной необходимо номинации 5, и в коллективной тоже 5. Индивидуальные заявки можно подать по номинациям. Председатель совета обучающихся, общественник, профессионал, староста, творческая личность и спортсмен года. Коллективные заявки также можно подать по пяти направлениям. Студенческий клуб, патриотическое объединение, киберспортивный клуб, студенческое медиа и добровольческое объединение года. Более подробную информацию о форме подачи заявки и конкурсных критериях можно узнать на официальной странице молодежного центра в социальной сети ВКонтакте или по телефону 4-5151. Уже в этом году в поселке Красное появится новая современная пекарня. Объект возводит местный предприниматель, получающий субсидии из окружного бюджета на производство хлеба. Это как раз тот случай, когда финансовая помощь региона становится инвестициями в создание новых производств. Как отмечают специалисты, по сути, индивидуальный предприниматель из Красного замахнулся не просто на сельскую пекарню, а на настоящий производственный цех, где будут выпекать хлеб и хлебобулочные изделия. Общая площадь пекарни составляет 400 квадратных метров. Со всеми санитарными нормами, с моечными, с прачечными, с водоподготовкой, с установкой и утилизацией воды, сброса воды, чтобы все было максимально в соответствии с международными стандартами. И что самое главное, предприниматель уже планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию данное сооружение, уже там оборудование частично. Когда хлеб будет, скажите? В этом году точно. По словам руководителя профильного ведомства, пекарню в Красном сдадут уже в ближайший месяц. И уже в этом году здесь будут выпекать красновский хлеб. Создание новых производств на селе – это еще и новые рабочие места. Региональные власти по-прежнему будут поддерживать предпринимателей-производителей. А нам любой предприниматель, который создает рабочие места, он для нас очень ценный, и мы ему будем помогать. Каждое рабочее место – это достаток в семье. Это значит, что в семье есть работник, это значит, что он получает зарплату, это значит, что с этой зарплаты он платит честные налоги, и это значит, что это благополучная семья. У активистов Ненецкого округа есть возможность получить грантовую поддержку на реализацию своего проекта. Ежегодно Центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания проводит конкурс грантов для северян в возрасте от 14 до 30 лет. 2021 год не стал исключением. В этом году победителю конкурса получат грант на сумму до 25 тысяч рублей. Принять участие в конкурсе может любой желающий активист из Ненецкого округа. При этом необходимо иметь достижения в мероприятиях международного, всероссийского и регионального уровней – в области культуры, искусства, спорта, образования и науки. Или общественной деятельности. Получить средства на реализацию авторского проекта можно по любым направлениям. Это творчество, музыкальное, художественное, изобразительное искусство, развитие музыкальных талантов, развитие спортивных увлечений и так далее. У нас размещено положение на порталах региональной ценности молодежной политики. Там есть вся информация плюс заявка. Выделенные средства можно направить на приобретение инвентаря, оборудования и инструментов для творческой, спортивной, научной и иной деятельности. Кроме того, за счет средств гранта можно финансировать участие в мероприятиях международного, федерального и межрегионального уровней. Более подробную информацию о грантовой поддержке можно узнать на официальной странице молодежного центра в социальной сети ВКонтакте или по телефону 4-5151. И это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.